МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале НИКО ТВ Новости с вами Любовь Пасканова. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Россияне за мир на Украине. Акция антимайдана развернулась в центре Москвы. Генная инженерия без вреда для здоровья. В Людиновском районе выращивают полезные продукты из пробирки. Звериный Оскар. Главная премия кино. Впервые досталась обезьяне. В Москве продолжается акция движения антимайдан. Численность участников, по данным столичной полиции, превысила 30 тысяч человек. О своем намерении присоединиться к митингу заявили свыше 100 общественных организаций. Есть там и калужане. Все вспоминают прошлогодние события в Киеве, которые привели к человеческим жертвам. Акция называется «Год Майдану. Не забудем, не простим». В центре событий находится наш корреспондент Андрей Ткачев. Андрей, мы тебя слушаем. Митинг уже начался. Так, я надеюсь, что вы меня слышите. Люба, Майдан подходит, антимайдан подходит к концу. Колонна прошла несколько километров. Сейчас мы находимся на площади революции. Мы послушали выступления российских звезд. Помимо этого, самым проникновенным было выступление мастерей, потерявших своих детей в Одессе с 10 мая. Помимо этого выступали также. Выступала студентка из Крыма, которая рассказывала о том, как они ждали перехода к нам в Россию. И сейчас рядом со мной Дмитрий Левочкин. Он представитель боевого братства. Дмитрий, скажи, пожалуйста, ты видел все. Как ты думаешь, может повлиять это на молодежь? Да, конечно, это очень повлияет на молодежь. Мы точно верим, что к этому стремимся. Что такое для молодежи антимайдан? Это грамотный, хороший президент. Свободная, чекочистая политика, государство. И, конечно же, этому все могут заслышать свое население, свою страну. И тогда в России точно Майдана не будет. Майдана не будет. Это самым главным слоганом этой акции. Год Майдану не забудем, не простим. Люба. Спасибо. Это был наш корреспондент Андрей Ткачев. Он находится в Москве на акции «Антимайдан». Дачную амнистию продлят на три года, а бесплатную приватизацию на год. Госдома приняла два законопроекта. Так, сроки госрегистрации прав собственности на дачи, сады, огороды, а также объекты индивидуального жилищного строительства продлеваются до 1 марта 2018 года. А срок приватизации до 2016-го. Добавлю, по данным риэлторов, неприватизированным в России остается около 30% жилого фонда. А дачной амнистией уже воспользовались около 10 миллионов человек. Стоимость бананов достигла максимума за последние 15 лет. Об этом сообщает ТАСС. Килограмм фруктов в январе этого года на 48% дороже, чем в этом же месяце 2013-го. Сейчас в сетевых магазинах Москвы и Подмосковья их можно купить за 80-100 рублей за килограмм. А в несетевой рознице за 120-130. По мнению экспертов, цена на бананы поднялась из-за декабрьского обвала рубля. Центнер соли про запас в Нижнем Новгороде. Пожилая женщина купила 100 килограмм соли из опасения, что цена на нее в ближайшее время резко возрастет. Как говорит пенсионерка, теперь она посыпает солью дорожки вокруг дома, а также бережет для засолки и обработки летом растений от вредителей. Напомним, ранняя жительница Нижегородской области из-за падения курса рубля потратила 4 пенсии на покупку 320 килограмм гречки. Позднее стало известно, что власти готовы выкупить ее у пенсионерки. Экологически чистый картофель, фрукты и ягоды выращивают в Людиновском районе. На предприятии «Зеленые линии» практикуют клонирование растений. Как появляются продукты из пробирки, увидела Ольга Золотина. Эта маленькая соринка, которую едва можно увидеть невооруженным глазом, на самом деле первый этап выращивания оздоровленного растения. Через пару месяцев она превратится в вот такую вот картофелину. Сначала выращивают мини-клубни, а затем выводят супер-супер-элиту. И только через несколько поколений можно будет собрать урожай, предназначенный для массового потребления. Путь картошки начинается в лаборатории. Корнеплод, а также саженцы фруктовых деревьев выращивают в пробирках. Любое воздействие на растения в строгих санитарных условиях. Посторонних не пускают, каждый инструмент стерилизуют. Немного копотливая работа такая, требует внимания и определенной ловкости. Мы занимаемся микро-черенкованием картофеля для его размножения и последующей его высадки в оранжерею посредством грунта. Клубель урожая – культуральная или световая комната. Здесь ростки картофеля, ягод и фруктов содержатся инвитро, то есть в стекле, на питательном желеобразном растворе. Есть такая информация, что плоды с деревьев, полученных через культуру инвитро, имеют более яркий вкус. Чуть раньше вступают в пору плодоношения, но где-то на год. А для интенсивных садов, для производителей это иногда бывает существенно. Окрепнув, пересаживаются на большую землю в теплицу. Не теряя времени, яблоки начинают вскоре прививать. Используют микропрививку. Очень такая работа тонкая. Это не уколчик. Представим, вот это растение. Подвою срезали. Привой – тоже такое же маленькое растение. Оно друг к другу вставляется. И пленочкой тоненькой обматываем и пересаживаем пакет. Плоды такой кропотливой работы можно будет вкушать через пять лет. Зато оздоровленные растения дают большой урожай, не болеют и реализуют весь свой сортовой потенциал. В конечном итоге выгодно. Тем более, что параллельно в теплице реализуют проект с быстрым результатом. Яблоки и картофель из пробирок в перспективе. Зато поспела обычная земляника. Зимний урожай с отечественных грядок. Вкусная замена импортным ягодам из контейнеров. Ольга Золотина, Никита Богадов, Валерий Белоусов. Телекомпания НИКА-ТВ. Людиновский район. Футбольный клуб «Калуга» продолжает подготовку к весенней части сезона. Калужане тренируются на базе спортивного комплекса «Аненки». Сегодня наши футболисты провели двухстороннюю встречу, а тренерский штаб получил отличную возможность увидеть в деле игроков дубля и обнинского кванта. Уже 10 марта наша команда отправится на первый южный тренировочный сбор. 10 числа планируется двухнедельный сбор в Крымске. Там как бы более хорошо развита инфраструктура, плюс там есть искусственные поля. То, что нам необходимо, потому что мы играем 6 игр дома и, по-моему, 2 или 3 тоже на искусственных полях. Поэтому, скажем так, большая часть чемпионата пройдет на искусственном поле. Спортивные достижения под силу и четвероногим. На набережной Ячинского водохранилища в эти минуты проходят катания на собачьих упряжках. За необычными соревнованиями наблюдает наш корреспондент Марина Давыдочкина. Марина, скажи, тебе уже удалось прокатиться? Да, Люба, к сожалению, самой прокатиться мне не удалось. Я лишь была активным наблюдателем и болельщиком этого мероприятия. Сегодня здесь очень интересно, светит солнце. Очень много разных собак. Настроение просто отличное. И сейчас рядом со мной главный организатор этого мероприятия Светлана. Светлана, скажите, пожалуйста, сколько сегодня участников? И в каких категориях они будут заявлены? Сегодня у нас было 15 участников. У нас были заезды детские и взрослые. И сейчас по итогу мы будем еще... Еще одна номинация для награждения будет езда на двойках, на парах собак. Скажи, пожалуйста, такие мероприятия, они благотворно влияют на собак? Они благотворно влияют на всех, и на владельцев, и на собак. Это физическая нагрузка, которая необходима всем собакам. Собственно, и владельцам. Как вы видите, здесь много детей, приходят люди уже с семьями. Поэтому, да, как бы, естественно, прогулки на свежем воздухе, собственно говоря. Такое своеобразное отмечание Масленицы и приобщение к спорту. А участники, которые сегодня здесь соревнуются, они больше направлены на победу или просто на развлечение? Ну, в общем-то, все по-разному, наверное. Дети, конечно, надо оцелены на победу. Конечно, побеждать всегда приятно. Но и, как бы, просто участие их тоже, я думаю, радует. Спасибо. Спасибо, Светлана. А сейчас у нас будет подведение итогов и награждение. Люба. Спасибо. С нами на связи была Марина Давыдочкина, наш корреспондент. И последняя премию за вклад в кинематограф вручили обезьяне. 20-летняя самка Капуцина получила звериный Оскар. Ее еще называют Анджелиной Джоли животного мира. Актерский стаж маленькой обезьянки. В 18 лет она снялась в 25 фильмах, в их числе «Ночь в музей» и «Мальчишник в Вегасе». На церемонию вручения премии звезда пришла в розовом платье и жемчужном ожерелье. В комментариях к видео зрители написали, даже у обезьяны есть Оскар, а у Леонардо Ди Каприо нет. И на этот час это все новости. Увидимся в 19.30. До встречи.